Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Дом в новостройке Дадут на луне Ближе не для меня Эту жилплощадь Добрый вечер 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 Ну а мужчина, когда ностальдирует, он либо должен потерять паспорт с кошельком Либо врезаться впереди в едущую машину, которая ни в чем не виновата Либо песню написать У меня первых вариантов нету, потому что машина одна всего, паспорт с кошельком тоже отдельно Поэтому я вот вынужден писать песню Поэтому, ребят, извините за слова Ну, для всех, для вас, в общем, такая песенка Называется «Ностальдия по Советскому Союзу» Ну так что ж теперь усраться и не жить Если больше нет Советского Союза Тратить время на пустые миражи И блажить про коммунизм и кукурузу Просто грустно, как случилось, это вдруг Лезли вверх, очутились вдруг в подвале Мы ж с тобою не торговали, милый друг Мы ж с тобой тогда друг другу помогали Там, где ясны были правила игры И на всех хватало портвишка и каши Где Абхазия, Осетия и Крым Были родиной для каждого из наших Там, где были мы единою семьей И дружили, ну, совсем не из-под палки Как мы пели, как мы пели, ё-моё Это всё-таки сейчас, ребята, жалко Тогда, конечно, не было мобил И объявлений досуг с телефоном Но каждый был любимым и любил И жил по общим родственным законам А теперь свободно пёброл в волосах До афиши всё с американским флагом А теперь с утра и до ночи попса Только почему-то тянет петь варяга А теперь не греют гребень или слейд И Макар конкретно выглядит министром А теперь звучит любого рокозлей Это песня про артиллеристов Артиллеристы, Сталин дал приказ Артиллеристы, зовёт отчизна нас И сотен тысяч батарей Хоть ты хохол, хоть ты еврей За нашу родину огонь, огонь Я, конечно, понимаю, на земле Не бывает бесконечного колодца Из-за бестолочь прожитых даром дней По счетам по полным заплатить придётся Только эти развесёлые года Где мы жили не для души, а не для денег Очень жалко, очень жалко, господа Каждый вторник и четверг и понедельник Очень жалко, очень жалко, господа Каждый вторник и четверг и понедельник Когда, конечно, не было мобил И объявлений досуг с телефоном Но каждый был любимым и любил И жил по общим родственным законам Но каждый был любимым и любил И жил по общим родственным законам Военная служба, военная раса Решаем задачу как надо и в срок Есть совесть и дружба А им, папуасам Что надо при этом, похавал и всток Такие вот военные слова Ну, я 29 лет катаюсь на горных лыжах при Эльбрусе По местам, где, в общем-то, не ступала нога человека Нормального человека, имеется в виду Те, кто там катается, это все, конечно, отмороженные и сумасшедшие Вот, ну и вот Когда мы разговариваем с людьми, которых называют экстремалами Они ходят в таких штанах, у которых мотня ниже колена У них везде все проколото Такое выражение лица И я на них смотрю и думаю Вот если взять вот сейчас вот этого экстремала Положить ему БК Дать ему АКС И послать его, где Козлевич Наш друг любимый Сердей Владиславович Козлов Бегал за душманскими караванами Вот как он в этих своих штанах с этой мотней будет там экстремальничать Ну и вот такая песня появилась Она немножко ехидная, но беззлобная, мне кажется Вы ее поймете Если я правильно понимаю, здесь есть люди, которые были в Афгане, да? Некоторое количество людей Поэтому вот как бы посвящается, наверное, вам прежде всего Ну а также всем остальным русским военным, которые Как мой папа говорил, совмещают пол с потолком Выполняют боевые задачи в условиях, когда их выполнить невозможно Ну и вообще, так сказать На пупке не наколото пламя Ничего не висит на носу Но зато Есть хорошая муха Этой мухой Я духов послух Что такое муха, не надо объяснять, да? Я не прыгаю с горки на лыжах Не пускаю Оранжевый дым Я могу сделать дело и выжить Без еды и почти без воды Я не прыгаю в джипе прикольном Сквозь искусственных ям пузыри Я на бетре по минному полю Быстро еду с трехсотым внутри Я не лезу, пока не попросят Посмотрите, какой я крутой Я набитый взрывчаткой Ми-8 Посажу с перебитым винтом Кто чирикает мелом Кто под ухом жужжит Все военное дело Экстремальная жизнь Ты без лирики всякой Просто должен суметь Так как следующим знаком Экстремальная смерть Ваша смелость Ваша смелость Залитая краской Словно жизнь На экране кино И хмельные красивые сказки Пепсикола с крепленным вином В этой модной Раскрашенной теме Каждый кушает то, что наживу У тебя экстремальное время У меня экстремальная жизнь У тебя экстремальное время У меня экстремальная жизнь Кто чирикает мелом Кто под ухом жужжит Вот военное дело Экстремальная жизнь Ты без лирики всякой Просто должен суметь Так как следующим знаком Экстремальная смерть Так как следующим знаком Экстремальная смерть Следующая песня посвящается Не важно там Афган, Чечня Не важно где ты, что ты Я честно говорю Когда меня спрашивают Ты где воевал Я говорю, я воевал В Арбатском военном округе Всю жизнь Но при этом мы Воевали без выходных Без праздников Без всяких отпусков Надо, значит надо Последние три года До Дембеля Мы с моими боевыми товарищами С подчиненными Договорились, что У нас нет выходных У нас есть просто Жизнь дома И жизнь на работе И вот эти две вещи Они вот как бы Одно Две стороны одной медали Хочешь домой попасть Когда тебе нужно Ребенка отводить Хочу Тогда выходи сегодня В ночь Работай То есть работа должна быть Сдельной Не надо вот этих кривляний То есть полковник Там штаны поглаженные Все остальное И мне удалось добиться Этого дела Чем я сильно горжусь Вот Но я понял Когда я пришел На гражданскую службу Значит Я понял Что то, что я делал До этого 35 лет Советской армии Это была подготовка Вот То есть у меня до этого Были выходные Какие-то отпуска Я там 24 дня Мог позволить себе Лежать на пляжу Теперь вот фиг вам Индейская изба Называется народная То есть такого Я себе позволить не могу Потому что все выходные Это работа Все отпуска Это тоже работа Ну и поэтому Такая песня появилась У меня есть песня Посвященная моего другу Сергею Владиславовичу Козлевичу Козлову Которая Там Дымит забитый караван Там романтика Эти самые А вот это Как бы продолжение Этой темы Но уже немножко В другую сторону Потому что Если кто-то думает Если кто-то думает Ну здесь сидящие Я знаю Они так не думают Это все нормальные люди Если кто-то думает Что вот ты уволился И типа у тебя сейчас Наступил отдых В обе руди Тебе сейчас отдых Вот прям принесут Вот на тебе дорогой На вот лежи на кровати И смотри Этот ящик черный Дядя Вова Зарядимый На самом деле Все только начинается Я тему очень рад На самом деле Да вот кстати Хороший сейчас рецепт Ребята Если у вас что-то болит То не надо ходить к врачам Надо делать вид Что не болит Оно пройдет само потом Правильно да? Вот Да 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 Вот у меня болело Левое колено Я два года ходил С ботным левым коленом Оно прошло Тебе надо идти В мандрыко Я говорю Господи В заведение С таким названием Я даже и пьяный Не пойду Знаете что такое Мандрыко? Знаете да? Ну ладно Не важно Хорошо Про вас Короче ребят Песня про вас Тоже блюз Попытка блюза Дымит забитый караван Есть результат И нет двухсотых Ничего переводить Не надо Все ясно Сегодня подарил Афган Удачи Боевой высоты А тут По радио Приказ Вперед А что бы то ни стало В трех километрах Возле вас В засаду Мазута попало Мы взяли Мы взяли Схрон Где был их штаб И винторез Щирикал птицей И пленный Связанный Араб Вдруг стал По-русски Материться А через день У камышей Где мостик Через речку Зыбкий Мне руку Пулею прошил Мальчишка Срочник По ошибке Пусть Пусть блестят Награды Гордо на груди Жизнь Она Зараза Не кончается Выполнить Команду Вольно Разойдись Что-то Брат Никак Не получается Выполнить Команду Вольно Разойдись Что-то Брат Никак Не получается И Возвратились Мы В свой дом Который Грудью Защищали А здесь Вообще Такой Дурдом Вставай И выходи С вещами В подъезде Дилер И шприцы Бандит В костюме На районе А жизни Как сказать Связать концы И академик Не догонит Ну как Капитализм А крах Конечно Дембель Неизбежен Нам было Легче В тех горах Где были Враг И воздух Свежий Летят Снега Текут Дожди И гложет Ржа Ствола Орудий Команды Вольно Разойдись Для вас Товарищи Не будет Летят Снега Текут Дожди И гложет Ржа Стволы Орудий Команды Вольно Разойдись Для нас Товарищей Не будет Пусть Блестят Награды Гордо На груди Жизнь Она Зараза Не Кончается Выполнить Команду Вольно Разойдись Что-то Брат Никак Не Получается Выполнить Команду Вольно Разойдись Что-то Брат Никак Не Получается В этом В этом году Несколько дат Есть Очень Таких Красивых Кто-то Может Помнит Какие Даты У нас 5 декабря Что будет Кто Помнит Не Помните 5 декабря Ребята 5 декабря Ребята Исполнится 70 лет С тех пор Как впервые За всю историю Второй мировой войны С 1939 года С 1 сентября Под Москвой Под Москвой Лучшая армия мира Которую входили 25 государств Для вашего сведения Общей численностью 400 миллионов человек Мобилизационная численность Европы Составляла 400 миллионов человек И для вашего сведения Если Помолчите Секунду Послушайте меня 22 июня На территории Советского Союза Вторглась Объединенная Европа Под командованием Товарища Гитлера В Европе Жил 400 миллионов человек Численность сопротивления Так называемого Которое Во Франции Было В Норвегии Было Это были Тысячи человек А численность людей Которых работал На немцев Делала им Танки Пушки Еду Колбасу Сапоги И числялась Десятками миллионов человек Понимаете Об этом нам сейчас не говорят Но это вот Исторически установленный факт А в России Жило 180 миллионов человек Из которых От западных границ До Урала Жило порядка 90 миллионов человек Все остальное За Уралом находилось Вот И мы эту войну Должны были проиграть То есть мы сейчас с вами Должны были по-немецки Говорить Кто живой бы был Потому что территория На которой должен был Распространяться Третий Рейх На ней Значит Нам с вами Отводилась Очень незначительная Территория Вот И в принципе Все получалось Очень хорошо Потому что за 4 месяца Красная Армия Потеряла Для вашего сведения Кто знает Сколько людей Не знаете Сейчас вам скажу 3,5 миллиона пленными Потеряли Пленными 3,5 миллиона человек Это примерно Одна четверть Москвы Сейчас Нынешняя А убитыми и раненными Полтора миллиона То есть это была армия У немцев Которая умела Очень хорошо воевать Без всяких понтов И криков Вот И не надо говорить Что мы их там Завалили трупами На самом деле Не так все было Вот И я сейчас хочу Спеть несколько песен Посвященных Совершенно непонятному Событию Когда 5 декабря Вдруг Разбитые русские Которые потеряли Все свои 20 тысяч танков 80 тысяч орудий Миллионы патронов Потеряли все карты Которые мы делали До войны На европейскую территорию СССР Они все немцам достались Был большой концлаг Под городом Киева Там лежали карты Высотой 3 метра Стопки такие Их при отступлении Подожгли Но вы сами знаете Бумага не горит И все это богатство Досталось немцам Они очень удивлялись Что качество бумаги Из которой было сделано Эти карты Лучше чем качество бумаги Из которой делаются Немецкие деньги Маркин Вот И вот при всей этой Котовасии и хинеи Так получилось Что 5 декабря Под Москвой Они остановились И пошли обратно Я считаю Что это событие Очень важное Оно не менее важное Чем 9 мая И наверное Не менее важное Чем 12 апреля 61 года Когда Юрий Алексеевич Гагарин Полетел в космос Ну и песня Которая появилась В 85 году Достаточно давно Освещается Московскому полчению 41 года В Москве жило 4 миллиона человек В 41 году 800 тысяч ушло на войну То есть каждый пятый Москвич и москвичка Пошли воевать Несмотря на все 37-е и 39-е года Вот Несмотря на то Что многие из этих людей Были физически не готовы К войне Вот И вот сейчас Здесь вот в этом месте Культурно-досуговый Центр орбита Где мы с вами находимся Здесь Находится как бы Штаб Поискового отряда Победа Который каждый год Ездит под город Зубцов Всего 200 километров Парижскому шоссе И копает Вот В этом году Они откопали По-моему 200 человек У которых было Всего 10 медальонов Прочитать удалось Всего 2 Вот Что это такое Когда мне говорят Про кризис Про проблемы наши Про то что мы плохо живем А в позапрошлом году Они откопали Там 6 отрядов Работает Там очень красивая местность Там было 10 деревень Осталось 4 После войны Вот Они там Приезжают со всего Советского союза Из Беларуси приезжают Из Украины Пацаны приезжают И копают Откопали 1040 человек 38 медальонов Было всего А прочитать удалось Всего 10 Понимаете Остальные просто кости Вот И поэтому Вот Как бы А зачем эти люди Там вот Лежат Я думаю По крайней мере Не за тем Чтобы мы Про них забыли Чтобы 5 декабря Когда Весы Которые Упали вниз До конца Вдруг полезли Вверх В нашу сторону Почему это произошло Я думаю Это уже Это там Вот все это решалось Потому что Те которые прибывали С востока Их бросали В наступление Их перемалывали Немцы опять Перемалывали Перемалывали Остановились Если пошли Обрат Рекове Московского Уполчения 41-го года Вода Листопада Перешоп Отпаливый Под осень Волшебный Торжества Уходит На войну Москва Цветаевой Уходит Пастернакова Москва И репины И дут И гелерустие Торжественный И неумелый Строй И затихают Улицы Московские Наполнив Ожиданием Воздух Свой Уходят И строги И опоясаны Веселые Смешные Чудаки И затихают Тополи И ясени И двери И трамвайные Звонки Уходят Неуемные И скромные Все Получивши Звание Солдат Ведь сказано Вставай Страна Огромная Садовая Причистенка Арбат Идут Волоколамками Таганками Бемольца Скрыть Римские Права И будут Их давить Подвязь Мы танками И в контратаках Шмайсерами Рвать И мерзлая Земля Взрывов Мятая Примет Творчестве Их пути Идут Но все же В мае 45-го Берлину В ополчение Пойти Спасибо Вот И еще Одна песня Такая Ностальгическая Как бы Из того времени Песня Про танки Танки Это такие же Живые существа Как и люди Потому что В них Очень много Вкладывали Сил Энергии Ну вы знаете Здесь люди Собрались Немаленькие В общем-то Вот И Т-34 Говорят Лучший танк Всех времен Народов В Великой Отечественной войны Он не сразу Таким стоил Вначале Это была Тяжелая машина Неотработанная Которая Через 150 километров Пробеду Выходил в строя Двигатель намертво Забивался Маслом Вместе с пылью Вот Но и Но все равно Люди воевали На этих машинах И Вот В 2002 году Я первый раз Приехал в музей На Кубинку Так Как Ну Почеловечески Уже Не торопясь Мы познакомились С директором музея С Володей Рыжовым Вот Они как раз Вытащили Из Болота Вытащили Т-34-76 Производство Царинградского Тракторного завода Что это было такое Это было такое Железное чудовище У которого Вот пять катков Резина была на двух Только Потому что резины не было Вместо приборов Вместо стекол Ну знаете Призма Да Должна стоять Там были стальные Такие полоски Которые отшлифованы Потому что стекол не было То есть бронзы Там меди В нем не было вообще никакой Там была сталь И немножко резины Вот Ну и вот самое потрясающее То что его Из болота вытащили Там Если типаж успел выскочить Там остались Зубные щетки С порошком Там все эти Ихние там Тряпки Там Нижнее белье Ну Все там Зипы Все остальное Самое потрясающее Знаете ребята Это запах солярки Я говорю Вы что его заправили Что Он говорит Нет Это вот та солярка С 42 года Я офигел Понимаете То есть это Живой человек Они его потом Заменили двигатель И он у них сейчас ездит Правда специалисты На них ругаются матом И говорят Что вы уроды Потому что вы угробите Последнюю Так сказать Ходовую часть Там же эти самые Торсионы С пружинами Которые были сделаны В 42 году А делали из чего Вот да Из чего у нас Вся жизнь сделана Понимаете Да да Вот Поэтому Ребенку закройте уши Потому что там Закройте пожалуйста Я первый куплет спою Потом откройте Песня танка Из болота Ребята Да Бедем подцепили За оба крюка Расклеила веки Тресина И я увидал Над собой облака И ветер Летящий в осинах И я увидал Над собой облака И ветер Летящий в осинах И время мое Побежало опять Как будто Это вчера заводили И снова услышал я Ёб твою мать И понял Что мы победили И понял Пожить мне еще предстоит Пускай не герой победитель Пробитые немцами Братья мои Простите меня И поймите Простите Не смог показать мастерство Красивой военной работы И все из бригады Но лишь одного Меня сохранила болота Не сжег меня пушки Немецкий расчет И тигр меня не искалечил Меня не расплавил Товарищ Хрущев В огромной Мартеновской печи Резон здесь конечно Отыщется свой Сегодняшним людям Подарки Вы можете запах Глотнуть боевой Моей краснозвездной Солярки Залезьте Не бойтесь Испачкать штаны В крови И солярочной прели Почувствуйте Кожей дыхание войны На чем ваши деды горели Я брошенный в землю Военный посев Я памятник Сгинувшей роте И мирная техника Мчит по шоссе Поскольку я был В том болоте Я с пушкой Торчащую наискосок Для вас Непонятен и страшен Соляркою пахнущей Правды кусок Истории Родины нашей Что я уцелел Экипаж виноват Да наша Чумная природа Я танк Я убитый Советский солдат Второго Военного года Я танк Я убитый Воскресший солдат Второго Военного года Я дед твой Убитый Воскресший солдат Второго Военного Года Микрофон Подальше А, понял Спасибо Вот Ну вот такая песня Получилась Извините за Неформальную лексику Еще одну песню Я хотел Ребят, у кого налита Давайте встанем И третий тост Помянем Ушедших Я правда Третью песню Спел уже Конечно Но тем не менее Давайте встанем У кого налита Выпейте Пожалуйста А кто не налита Просто помолчим Пять секунд Давай Наливай брат Николай Чудайте Давай Николай Ну что Выпили Не налили Давай У кого Выпейте У кого есть Выпейте Пожалуйста Давайте Ребята Помолчим Десять секунд Давайте Ничего не говорим Все Все Спасибо Садимся Ну я говорил уже Что здесь Вот живет Отряд Победа Я искренне Желаю Каждому Из вас Съездить Хотя бы раз Вместе с ними На два дня На выходные С семьей Я вот так С ними езжу Ставлю палатку Потом беру С ними вместе Хожу Это потрясающее ощущение Когда идешь Со щупом Мне в прошлом году Господь подарил Я откопал бойца своего Вот У меня дед погиб Где-то в Белоруссии И вот я думаю Что я откопал душу Своего деда Потому что по-другому Это объяснить нельзя Я шел с мужиком Он нес щупы И лопату Я говорю А что делать Он говорит Давай тыкай в землю Щупом Ну и тыкали Тыкали Я говорю А что должно быть Он говорит Там скрижетать будет Что-то Я говорю Ну Скрижи Я сейчас думаю Ну-ка Копай Раз Не хер дел Копай Ну я взял лопату Стал копать Он говорит Вот Подожди Вот тут Что-то вроде есть Кость Кость какая-то Ну чья это кость Непонятно Ну и откопали мы Бойца Красной Армии Который был в шинели У которого были валенки В валенках лежал медальон Когда мы медальон достали У всех роти затряслись Потому что про медальон Я вам рассказал Что это такое Вот И я говорю Давайте откроем Он говорит Подожди Не открывай Ну мы открыли медальон Знаете что в медальонне было В медальонне было Перышко Вот помните Кто постарше Наверное помнит Ну 50 Там Нам в начале Нашей творческой карьеры Сначала говорили Что нужно писать перышком Чтобы почерк был нормальный А без этих вот Шариковых ручек Вот Да Ну и значит Перышко у него там было Карандаш красный И расческа В расческе все зубья целые Я думаю что какой-то был Грамотный человек Видимо писар Череп расколотый был На такие вот кусочки На маленькие Ноги тоже разбитые Ну мы его там Придали земле Как положено Ну и вот такая Понимаете А все это было как Я в свой день рождения Сел на электричку Поехал на станцию Шаховская На станцию Шаховская Сел на автобус Доехал до города Ржев В городе Ржев Пришел Там стоят бомбилы Я подошел Бомбилы К первому попавшему Я говорю Мне на раскопке Он говорит Поехали За 200 рублей Сейчас тебя завезу На раскопке Приезжаем К района города Лесопилка Вот И там Пацаны Значит наши Ходят Копают Вот Ну и понимаете Это такое занятие Вот есть два фильма Неплохих Если помните Мы из будущего Вот когда копаешь Сам И не знаешь Что там внизу лежит Возникает такое чувство Которое невозможно Словами описать Вот Понятно что там Кто-то лежит А кто лежит И что там с ним такое Непонятно Вот Это не рыба Это не зверь А это вот человек живой Который вот Сейчас вот тебе Копнуть Еще пару раз лопат И вот он появится Ну пока вы садитесь Я еще порассказываю Немножко Вот Ну и вот Получилось Что я про это все делал Написал песню Которую сейчас вам покажу Про Песни посвящилась Посвятилась Своему дедушке Илье Алексеевичу Калинкину Который где-то в Белоруссии Погиб В начале войны 29 июня Вся их Немцы окружили Пришли какие-то Офицеры И говорят Давайте ребят Сдаваться Война закончилась Ну они все сдались А дедушка Вместо того чтобы сдаваться Вместе с ними Стал по ним стрелять Из пулемета Ну и Они дедушку Значит Люди были Организованные Значит им надо было Наступать Времени у них было мало Они дедушку И застрелили Там Быстренько Снайпер Подошел снайпер С оптикой Вот Ну и все А вся рота сдалась Посадили их Концладель Освенцем Они там в 44 году Досидели до победы Советской армии Повоевали его Еще полгода И приехали домой Бабке рассказали Как все это было Что если бы Вот Это самое Поле Твой Муж не проявил Значит Безумный героизм То был бы живой Приехал бы к тебе Сейчас вместе Со всеми с нами Вот такая история Поэтому Ребята Вот стулья есть Еще в углу Идите Садитесь Давай Давай Только вы раздевайтесь Сразу Потому что жарко Народу много И может быть Дверь нужно открыть Я думаю Вот эту Вот эту дверь нужно открыть Откройте Мужики Там есть выход На улицу И будет тогда Похолоднее Ничего страшного Ничего страшного Ну что Все уселись Можно дальше петь Можно Понял А он мне снился Третий день Вернее Снился Третью ночь Сперва Я думал Дребедень И отгонял Виденье прочь Но в свете Утренней зари Плеснуло В душу Тепеток Он тихо Тихо Говорил Ты откопай Меня Сынок Мне Бог послал Хороший день И электричку И шесть Такси И взгляды Сонные Людей Помилуй Боже И спаси И я как будто Здесь жил Узнал окопчик Под сосной И вновь Ночные миражи Сплелись В видении Одно Из старой каски И ржавый бок По лезвию Заскрежетал И в руки Мне подземный ток Потек Сквозь Выцветший Металл И я увидел Взрывы Мин И я почуял Боя злость И каких Трассеров Огни Меня Пронзившие Насквозь И замер Ветер Лишь в вышине И время Свой Прервало Бег И я почуял Как ко мне Подходит Сзади Человек Ладонь Кладет Мне на плечо Но Обернуться Я не смог И налетело Горячо Спаси Господь Тебя Сынок Поиски Потерянной Памяти Поиски Потерянной Жизни Слишком Непростой Занятие Если Это Делать Серьез На Страны Расселенной Скатерти Снова Кровь Пролитая Брызнет Выдержишь Литые Испытания Сам Себе Ответь На Вопрос Сам Себе Ответь На Вопрос Спаси Спаси Господь Тебя Сынок Спасибо Спасибо Ну ладно Дорогие друзья Еще Еще Пантеру Пантеру Не пробивал Немецкий Танк Великой Отечественной Войны Он Пробивал Только в Борт Состояние 400 метров Вот А Тигра Он И в Борт Не пробивал Ну и Вот Один По преданию Один Немецкий Танкист По радио Они же Хорошо Говорили По русски Они Слушали Наши Радиочастоты Один Немецкий Танкист Предложил Нашему Танкисту С ним Дуэль Сделать Давай Говорит Тебя Бить Никто Не будет Выходи Один На Один Я Тебе Покажу Как Воюют Настоящие Рыцари Тевтоны Ну и Значит Получилась Такая Ситуация Как Сейчас Говорят Дуэльная Ситуация Когда Один Танк Против Второго Вот Ну немец Немец Немецкий Командир Сел За Наводчика А наш Капитан Значит Воевали Наши Если Помните Бригадами В бригаде Было 45-50 Машин Воевали До тех Пор Пока В бригаде Оставался Хотя Бо Один Танк Вот Немцы Воевали Немножко По-другому Ну да Ну и Вот Значит Воевали Они Да Значит Наш Наш Сел За Рыщади За Механика Водителя Потому что Главный Человек В экипаже Был Механик Водитель Опытный Механик Водитель Так Мог Водить Так Что Его Подбить Не Могли Он Просто Постоянно Менял Направление Движения Но Усилие На рычаге Танка Т-34 Кто Знает 40 Правильно 45 Килограммов А Танка Ис 2 130 Килограммов И Вот Попробуйте Двумя Рычагами Менять Направление Движения Один Раз В 10 Секунд Примерно Столько Время Нужно Было Немец Кому Наводчику Чтобы Прицелиться Сила Пушки Была Такая Что Снаряд Попал Снаряд Пробил Без Вопросов Вариантов Не Был Никаких Вот И Вот Немец Сел За Наводчика Офицер Ну И Что Из Этого Получилось Сейчас Я Стрелка Радиста То есть Который Знаете В танке Т-34 Стрелок Радист Назывался Туристом Потому Что Радиостанция Выходила Из строя Через 50 Км Пробега Когда Все трясет А радиостанция На лампах Вот И у него Был еще Пулемет Который Прыгает Дырочка Такая Небо Земля Небо Земля Вот Ну И он Помогал Стрелок Радист Помогал Механику Водителю Приключать Передачу У него Было Три передачи Вперед Одна Передача Назад А Заряжающий Значит Он После 40 Снарядов Поскольку Вентилятор Вытяжной Не работал Он Угорал Терял Сознание Лежал На боеукладке То есть Боя вели Два Человека Это Командир Танка Он же Заряжающий Он же Наводчик Который Не имея Радиосвязи Ставил Сапади На плечи Механику Водителю И давил Ему На правое Плечо Если нужно Направо Повернуть На левое Плечо Если налево Повернуть Или бил По башке Тогда нужно Остановиться И совершить Выстрел Потому что С движения Никто не стрелял Вы сами знаете Вот Заряжающий Лежал Угоревший На боеукладке А стрелок Радиосвязь Помогал Переключать Передачи Вот такая Интересная Война Ну и вот Песенка Про Дуэльную ситуацию С танком Пантера Да И вот Наш этот Самый Командир Он Ехал 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 И стал Подъезжать К немцу Близко Ну а Немец Они же Все-таки Европа Что Говорит Такой Русский Обладающий Немецкой Пунктуальностью Это Человек Который Опаздывает На мероприятия Всего на Два Часа Вот Да Вы знаете Да И немец С задним Ходом Поехал Назад Попал В ямку В ямку Попал И наш Ему Попал Как раз В дно И попал Он ему В боеукладку И у него Сдетонировала Боеукладка Знаете У него башня Улетела На 15 метров Туда в сторону В общем 10-0 В нашу пользу А нас позвали Поиграться В стрельбе Из танков По мишеням А я пошел Простите Братцы Мне надо Надавать По шее Ведь мы с тобою То сумели Чего на свете Не бывает Тридцать четверка В самом деле Пантеру в лоб Не пробивает А он ведь гад Имел ведь право Кричать нам Голосом победным Но на войне Рябой шалаве Быть слишком точным Тоже вредно Он ударение Пораставил Болванкой Болванкой Бьющей на скаку А надо мной Смеясь летает В танкистском шлеме Святый дух А мне стрелок А мне стрелок А мне стрелок Радист считает Да-да Одиннадцати А я забыл А я забыл А я забыл Что нужно выжить Давлю руками Рычаги А я все ближе Блин Все ближе Давай Господь Мне помоги И вот Не выдержали Гады Сыграла Фрицева очко И в тыл К себе Полезли К задам Не подставляться Что б бочком И хоть не пьяный Их хватило Фашисты За рулем Нине Кормою В яму Угодили И встали На дыбы Они А мы Всхлипнул О любви И через полсекунды Точно На спуск Ногою Надавил И заиграл На радость Глазу Пиротехнический Эффект Поскольку В той Пантере Сразу Сработал Весь Боекомплект И мне Строгач Камбриг Денисов Влепил За эти Чудеса Но В нагробной Ближайший список Наш славный Экипаж Вписал Ну вот и все Простите Братцы Что Слишком Долг Был Рассказ Но Ну Надеюсь Без оваций Он Интересен Был Для вас Ладони Стер Красивый Выстрел Такой Вот Необычный Бой Давай Дружище За танкистов Что Круче Техники Любой Давай Дружище За танкистов Что Круче Техники Любой Спасибо Спасибо За танкистов Когда Закончилась Вторая Мировая Война Дорогие Друзья Все Начали Анализировать Почему Эти Выиграли Эти Проиграли Выяснили Что В среднем Английском Слове Четыре Буквы А в среднем Немец Шесть То есть Пока Немец Передает Сигналы Боевого Управления Англичане Его Уже Мочат В сортире Стали Считать Наши Тоже Выяснили Что В среднем Русском Слове Пять Букв То есть Опять Мы От Них Отстаем То есть Надо Что С этим Делать Но Потом Товарищи Внимание Послушайте А то Вы Самое Интересное Пропустите Но Потом Когда Наши Собрали Настоящих Военных А не Ученых Военных Настоящие Военные Сказали Ребята Когда Начинается Стрельба Все Нормальные Военные Переходят На мат А в мат Как известно Три буквы Поэтому Волноваться Нечего Мы Впереди Планеты Всей Вот Да Ну ладно Можете Мое Отделение Практически Закончилось Хочу спеть Несколько Песен Посвященных Значит Военным Которые Воевали Вроде Это Филипп Теркоров Залез Провода И мешает Нам проводить Наши Концерты Ревнует Гад В 1995 Году На Турбайз Терскол Я Встретил Замечательных Двух Мужчин Один был Сашка Его звали Старлей Командир Разведроты А второй Был Колька Капитан Командир Противовоздушной Обороны Дивизиона По-моему Или роты Полку Стрелков Оба С Белоруссии Приехали И вот Сашка Мне рассказывал С восторгом Как он В 1991 Году Водился В Баку Что У меня Прямо Возле Борта Двух Бойцов Завалили Сразу Потом Мы сели На броню И поехали Вот Потом Говорит Едем И нам В борт В бочину Влупили Из БТР 60 КПВТ 14,5 Миллиметров И попали Прямо Он не в БТР В БМП Ехал И попали В механика Водителя Ну вы знаете Да где сидит Механик А где сидит Командир Ну он говорит Мы развернулись И поехали дальше И я вот сижу Его слушаю Думаю Епас Ему всего-то 24 года У него ни жены Ни дома Ни родни Ни фига Понимаете И вот этот человек Вынужден сейчас Решать геополитические Вопросы Которые находятся В прерогативе Высшего Военно-политического Руководства Страны Кто понял Что я сказал Поднимите руку Спасибо Вот Ну и вот такой романс Как говорится Как было написано В очень хорошей книжке Александра Ивановича Лебедя Который писал Правда не он А его пресс-атташе ВДВ плюс ВТА Равняется Советская власть В Закавказье Знаете такую форму Да И вот никто Об этом не говорит Никогда Но я думаю Что вы со мной согласитесь Что именно благодаря вам Мужики Вот офицерам И солдатам Советской армии Так называемая Перестройка И перестрелка Не превратилась В массовое избиение Миллионов Ни в чем не повинных граждан Потому что Между этими Национальными фронтами И между этими Коммунистами Стояли кто Мы стояли Вы стояли В погонах Которые Должны были Навести порядок И остановить кровопролитие А как его навести И как оставить Никто же не инструктировал Армяне режут Азербайджан Азербайджанцы Режут армян А между ними Кто Стоят наши пацаны Из Рязанской Новгородской Московской областей Которых никто не учил Выполнять миротворческие функции По которым Шмаляют С обеих сторон А они Саперными лопатками Голову себе закрывают У меня знакомый У него Замполит был Вот в этом батальоне Воздушно-десантном Который в Тбилиси Бегал саперными лопатками За женщинами В кавычках Вы знаете А потом Все виноваты Оказывается Когда приезжает Какой-нибудь Правозащитник И начинает Искать виноват Кто виноват Естественно армия Потому что в армии Ни адвокатов нет У них только прокуроры У нас То есть Только прокуроры есть Вот И вот такая песня Романс Дань уважения Людям Которые Говорят Что Это я прочитал В одном месте Больше не писали Что за время перестройки Подебло 4,5 миллиона человек В Советском Союзе Я думаю Что если бы не советская армия Подебло бы 40 миллионов Человек Может быть даже больше Вот Потому что По крайней мере Мои знакомые Которые Вот это дело Все делали Они не думали о себе Они не думали о своих бойцах Они думали о своих бойцах И о том Как бы это все безобразие Хоть как-нибудь остановить Хотя вот моя Двоюродная сестра Жила в городе Цитилицкаро Значит К ней приехали ночью Зацепили газовую трубу Грузовиком И оторвали И уехали И все А они утром проснулись От того что у них весь дом Пятиэтажка Весь Как это Бомбообъемного взрыва Вот Они аккуратно все вышли Заткнули трубу Трусами Чьими-то там Которые висели на балконе И продолжили свое Выполнение боевых задач В мутной воде Заблудиться так просто Между течениями стремительных вброд А на плечах и погоны и звезды И эти люди ведь твой же народ И невозможно приказа нарушить И не нарушить приказа нельзя Господи Божия Господи Божия спаси Моя душу Мне отведи от прицела глаза Кровь пацанов Там где кровь лейтенантов Злобы слепой Ненавидящий взгляд Жизнь как мундир по краям Салым кантом Ты человек Но ведь ты И солдат Мир хрустальный Бокал Кем-то брошенный От пол Что ни склеить уже Ни сложить, ни собрать Я, наверное, устал Ставни плотно захлопнул Пусть идет без меня Злая эта игра Слепо корявый Двадцатого года Выбравшим рельсы Военной судьбы Теми, кто слева И продан Продан Теми, кто справа Смеен забыт Скрыться, засесть За забором бутылок Чтобы не слушать Чтобы не замечать Только внезапно Ударит в затылок Схожестью фабу Тогда и сейчас Господа, господа Что же с нами-то будет Все уходит в песок Вера, жизнь и вода Нам беда, не беда Пусть Господь не осудит Были б совесть и честь Господа, господа Степана Терт и Бакуиц-Хенвали Буквы простые Без жалостных фраз Время для жизни Мы не выбирали Время приказом Назначило нас Красный ли флаг Красно-белый и синий Как далеко бы Судьба не вела Только бы крепче Стояла Россия Только бы Родина Наша была Мир хрустальный Бокал Кем-то брошенный О пол Что ни склеить уже Ни сложить, ни собрать Я, наверное, устал Ставь неплотно захлопнул Пусть идет без меня Злая это игра Пусть идет без меня Злая это игра Спасибо Ну ладно, мужики Товарищи, точнее Не мужики Самые главные люди Это женщины У нас У нас самые главные люди Женщины, дорогие друзья Сильный пол в России Дорогие друзья Это женщины Вот Ну и Соответственно Наверное, я буду заканчивать Дорогие наши дамы Рюмку дайте, я скажу толстую Только если можно, побыстрее И тишина в студии Вот, спасибо Нет, целую не надо, половинку Это нельзя делать Но я это делаю Потому что это безумный день, конечно Внимание Тишина в студии Кто говорит, тому предупредительный выстрел в голову Делаем Дорогие наши Нет, контрольный второй делается Первый предупредительный Дорогие наши дамы Все готовы вас всегда Мы Целовать и обнимать Твою дочь И твою мать Постоянно днем и ночью Мы вас любим очень-очень И зимой, и в день весны Без халтуры, и выходных Мы любить вас будем вечно Если вы для нас, конечно Будете вязать и шить И варенье телепить Мыть, готовить и стирать Пыликать и вытирать В магазин ходить за пивом Я не быстро говорил Спиваете? Завиваться всем на диву А еще при том При этом быть причесан Неодетый, ногти красить на руках Быть катетливой слегка Выглядит, как королева Но не бегать, чтоб налево Чтоб сгорали тости Все вокруг мужики Ну, с работы нас встречать Телевизор нам включать На ночь сладко песни петь На нолхо не храпеть Быть готовой в трудный час Защитить себя и нас После бури, чтоб любой Мужа нанести домой И придя на край земли Утречком обохмелить А за это так и быть Будем мы вас всех любить Мужчины стоя Женщины до дна Тос контрольный Товарищи офицеры Товарищи прапорщики Сержанты, старшины Матросы, генералы и адмиралы За наших женщин За самых надежных Вставайте, вставайте Вставайте, дорогие друзья За женщин Два коротких, третья длинная Раскатистая, ура Три-четыре Ура! 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пользуясь случаем, я скажу, что здесь находится женщина, которую я, прости, пожалуйста, меня, я люблю ее постоянно. С 1995, по-моему, года, да. Вот. У нас было положено, если помните, да, 8 марта мы должны поздравлять своих жен. А кто не поздравляет жен, тому предупредительный выстрел в голову. Ну и песня называется, мужики, называется «Нашим женам», посвящается эта песня, которая, которая наше все, конечно. Живущих мелко, бестолково и нестрого. Все по течению привыкших, больше плыть. Нас любят женщины и братцы, слава Богу, Что кто-то есть, кому нас хочется любить. Как редко радуем мы чем-нибудь хорошим. Мы наших ангелов небесных, наших жен. Они живут воспоминаниями о прошлом. Муж слишком сильно настоящим окружен. Он все торопится, спешит куда-то вечно. И если есть, конечно, Бог, так пусть вас даст. Как вас не гаснет эта тоненькая свечка Любви и веры в непутевых жутко нас. Как часто мы ее все колебали пламя, А настроение плохого полосе, Как часто от нее мы занимались сами. Под злыми ветрами угаснувшись совсем. Заботы важные нас наш таком мотали. Сдирая до крови и раня глубоко, Мы вновь потерянные силы обретали Под вашей теплой внимательной рукой. Ножи коварные и выстрелы шальные Самих себя мы с вами сможем превозмочь. Спасибо, женщины, спасибо вам, родные. Спасибо, мать, жена, сестра, подруга, дочь. Живущих мелко, бестолково и нестрого. Все по течению привыкших больше плыть. Нас любят женщины и братцы, слава Богу, Что кто-то есть, кому нас хочется любить. Что кто-то есть, кому нас хочется любить. Спасибо. Крайняя песня, знаете, я как... Есть здесь комсомольцы, есть в зале? Комсомольцы, поднимите руку, кто был членом ВЛКС. А пионеры, пионеры есть? Так, блин, а может и член КПСС есть? Есть, да, но немного, да, хорошо. Самая, да, самая лучшая песня, это когда поют мужики. Давайте споем одну мужскую песню, не мою, слава Богу. У нас есть программа «Антология военной песни». Не «Анкология», товарищи, а «Антология», да. Которую мы поем вместе с Мишкой и с Витькой. Но поскольку один заболел, а второй не приехал. Поэтому петь будем вместе с вами. Как и на грозный терек. Вот настоящие песни, ребят, послушайте внимательно. Настоящие песни, так же, как и настоящие вещи, они с годами становятся лучше. Настоящие мужчины и женщины с годами становятся красивее. Особенно женщины. Вот. Да, становятся красивее. И вот песня была написана примерно 300 лет назад. 300 лет назад. А вот слова. Вот послушайте первый куплет. Подождите, не тарахтите, ребят. Послушайте первый куплет. Потом будете тарахтеть. Как на грозный терек. На высокий берег. Выгнали казаки 40 тысяч лошадей. Вот, понимаете, вот, все. И покрылся берег. И покрылся терек. А сотнями порубанных, пострелянных людей. Только не кричи, мы поем. Три-четыре. Люба, братцы, Люба. Люба, братцы, жизнь. За нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба. Любовь, братцы, жить. А с нашим атаманом не приходится тужить. Атаман наш знает, кого выбирает. Эскадрон по коням, да забыли про меня. Им досталась и воля, да, казачья доля. А мне досталась пыльная чеченская земля. Люба, братцы, Люба. Люба, братцы, жить. А с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. А с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля, в ногу ранила коня. А вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пуля, в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. А с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. А с нашим атаманом не приходится тужить. Жинка, погорю. Войдет за другого, ох, эти женщины Самого товарища забудет про меня Жалко только ворушку, да во широком и полюшке Жалко мать старушку, да булана коня Кто не поет, тот гад Люба, братцы, Люба Люба, братцы, жей С нашим атаманом не приходится тужить Люба, братцы, Люба Люба, братцы, жей А с нашим атаманом не приходится тужить Люба! Спасибо! Над безбрежной судьбой, уникальным пожаром Где ока соловьем свою песню поет Две граничных черты, автоматы детара Окаймляют Россия, твое бытие Для твоих мужиков это лучший подарок Музыкальная жизнь и военная смерть Два предмета простых Автоматы детара Зарядить и настроить, и выжить, и спеть Здесь любые равны, молодой или старый Для стиха и струны, пули для и ножа И на карте страны автоматы детара Повторяя границу Так красиво лежат Спасибо вам большое Во-первых, спасибо вам большое Во-вторых, спасибо нашей замечательной Олечке Аплодисменты Которая на своих женских плечах Вынесла нечеловечески тяжелую работу Оповещение всех военных и гражданских лиц Которые сюда сегодня прибыли Если я кому-то не звонила, можно оставить телефон Да, дорогие друзья Значит, у нас здесь проходят концерты ежемесячно Мы хотим завоевать всю Москву Чтобы во всех концертных залах пел Морозов с Верстаковым Вот, дорогие друзья Ну, про меня умолчим Значит, сейчас перерыв Если кому-то понравились мои бессмертные произведения Я принес творчество Вот, его можно приобрести прямо здесь, прямо сейчас Большое спасибо Сейчас у нас будет перерыв небольшой А потом будет основная часть нашего концерта Будет песня Игоря Николаевича Морозова Спасибо вам большое за терпение Так, из кого я собрала, давай делаем